Здравствуйте! Совсем скоро 2015 год уйдет в историю. Но прежде чем проводить его, я предлагаю вспомнить, каким он был для нашего региона, для каждого из нас, для нашей страны. Гость студии сегодня губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Здравствуйте. Вот как бы вы охарактеризовали уходящий 2015 год? Вы знаете, год был интересным. Наверное, как и любой другой, поскольку он приносил новые вызовы, новые решения, новые победы, в конце концов. И я к 2015 году, вот уже пытаясь оглянуться на него, отношусь очень хорошо. Все-таки прошли выборы, которые для меня были большим испытанием. Мы, как регион, подтвердили свою состоятельность и в общественно-политическом плане, и в экономическом, и в социальном. Все планы по развитию выполнены. Решены те, я бы сказал, достаточно амбициозные задачи, которые мы ставили перед собой в начале года. А вот буквально на последней планерке, когда шел доклад руководителя налоговой инспекции, выяснилось, что даже еще и финансовая преференция у нас чуть лучше, чем мы ожидали. Сборы и налоги. Поэтому год хороший, но он стал еще тем годом, который заставил поставить перед собой гораздо более сложные планы на 2016. Все-таки оценивая те тенденции, которые есть в экономике, есть в целом в общественном развитии, мы готовимся к более сложным условиям, и это тоже заставило нас серьезно поработать, чтобы и бюджетные планы, и инвестиционные планы, планы развития соответствовали тем угрозам, которые могут быть в 2016 году. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что благополучие региона складывается из счастья и успехов каждого из нас. А мы, как правило, загадываем в новогоднюю ночь желание в надежде на то, чтобы оно обязательно сбылось. И надо сказать, что в этом году есть счастливчики, которые дождались исполнения своей мечты. Например, в ноябре 22 семьи поселка Боброво Приморского района получили ключи от новых квартир. В одной из них побывал мой коллега Артемий Заварзин. 50 миллионов рублей. Столько по госпрограмме переселения из ветхого и аварийного жилфонда удалось привлечь для муниципального образования Коскогорское. Именно на его территории и находится поселок Боброво. А вот и она, трехэтажная социальная новостройка, где квартиры получили 22 семьи. Дом строили 7 месяцев, сдали раньше срока. Возводили трехэтажку по современным панельным технологиям. Фасады не только красивы, но и утеплены. Но главное в доме – тепло семейного очага. Здравствуйте, ребят, проходите, пожалуйста, Бим, встречай гостей. Бим вместе с хозяйкой квартиры Светланой Артемьевой с удовольствием проводит экскурсию по новой квартире. Похвастаться есть чем, ведь подрядчики квартиру не просто строили, но даже благоустроили. Очень хорошо то, что водонагреватель 100-литровый, благодаря которому у нас есть горячая вода. Мы спокойно ее пользуемся на кухне. Можно принять ванную, душ, пожалуйста. Все, как говорится, к вашему удовольствию. Таких благ в старой ветхой деревяшке, конечно, не было. Не было и центрального отопления. Теперь 23 градуса в квартире – комфортное постоянство. Со старой кухни здесь только стол и холодильник. А остальное все… Кстати, электроплита здесь уже была. Она здесь уже, как говорится, предусмотрена проектом. Мойка здесь тоже была. Торжественно отпраздновать новоселье Светлана Владимировна планирует в январе, когда приедут дети. Заодно отметят Новый год и проводят старый, который для Артемьевых, несомненно, был счастливым. Игорь Анатольевич, вы были как раз на вручении ключей. И тогда сказали, я процитирую, это вдвойне радостное событие, поскольку со сдачи этого дома Приморский район закрывает программу расселения людей из аварийного жилья. Я так понимаю, что речь идет о домах, которые были признаны аварийными на 1 января 2012 года. А что же с остальными? Да, действительно, Приморский район и ряд других наших муниципальных образований практически закончили эту программу. И, конечно же, это не означает, что мы закрываем, собственно, тему переселения из аварийного жилищного фонда. Мы сегодня строим целый ряд новых проектов и программ, которые позволят и в дальнейшем решать эту задачу. Прежде всего, конечно, это возведение социального жилья. Мы по целому ряду направлений поддерживаем инвестиционные проекты, проекты строительства вот такого социального жилья, которые соответствуют параметрам, ну, по сути дела, жилья эконом-класса. Мы не можем себе построить бизнес, позволить бизнес-элюкс-класс. Для тех, кто... Программа фонда реформирования ЖКХ, она практически будет закончена в 2017 году. И мы уже сейчас должны осознавать, отрабатывая на этих районах новое решение, мы должны будем строить сами. Будем строить жилье, которое, с одной стороны, позволит решить задачу людей, живущих в аварийном жилье, а с другой стороны, создать условия для того, чтобы люди инвестировали сами в жилье. Это очень важно. Без этого мы, по сути дела, вряд ли эту программу реализуем. Мы сможем создать так называемый пол эффективных собственников. Мы участвуем в целом ряде программ, как по линии строительства арендного жилья, участвуем в программе жилье для российской семьи. У нас есть масштабные планы. Я нисколько не сомневаюсь, что та тенденция, которая заложена уже в течение последних трех лет, рост объема строительства жилья для граждан Архангельской области, она будет продолжена. Я вот буквально свежайшие цифры, которые у меня сейчас в голове, связаны с тем, что мы опять немножечко подрастаем по объему сдаваемого жилья. Если в прошлом году было порядка 320 тысяч квадратных метров сданного жилья, то здесь мы уже видим, что эту цифру мы превысим до конца года процентов на 5, может быть, даже 10. Такая задача была поставлена изначально, и мы свои планы, как и во многих других направлениях, все-таки выполняем. Я спрошу об Архангельске. Планируется в Архангельске только построить около 28 тысяч квадратных метров так называемого социального жилья. То есть вы считаете, что мы эту цифру выполним? Вы знаете, по Архангельску у нас планы гораздо более амбициозные. Мы вообще считаем, что Архангельску нужно строить где-то порядка 100 тысяч квадратных метров жилья. И мы ориентируем свои планы. Может быть, нам в силу объективных обстоятельств, внешних, не всегда от нас зависящих, не удастся достичь в следующем году. Но то, что мы будем на эту цифру работать уже в 2017 году, это совершенно очевидно. Потому что у нас есть задел, у нас есть многоквартирное жилье, многоэтажное, которое мы строим и которое мы финансируем. У нас есть понимание сегодня с мэрией, как развивать застроенные территории, не на словах, а на деле. Ну и, естественно, мы понимаем, что за нами вместе с ресурсоснабжающими компаниями стоит вопрос подключения к инфраструктуре. И мы будем концентрироваться на этом, тем самым снижая стоимость квадратного метра жилья, когда речь идет о конечной цифре, исключая из этого инфраструктуру. Ну и, конечно, стимулируя к работе с этой инфраструктурой наши строительные компании. Я думаю, что это будет взаимный интерес, потому что им тоже нужно поддерживать тот уровень доходности, уровень объемов физических строительств, который им необходим для дальнейшей жизни. То есть вот такая сложнейшая программа, это переселение из ветхого жилья. Все-таки, вы считаете, она будет выполняться у нас? Безусловно. Безусловно. И мы ждем значительного прорыва в городе Архангельске в следующем году. В этом году у нас не очень все хорошо получается, потому что мы вынуждены, скажем так, перехватывать то, что нам досталось после принятия решения о том, что эти полномочия перешли на региональный уровень. Но мы сейчас уже заложили два многоэтажных дома, которые, я уверен, будут сданы к концу следующего года и станут ярким событием в жизни людей, находящихся в сложной ситуации. Ну и вообще в системе строительства, социального жилья, эконом-класса для региона в целом. Мы сегодня очень рассчитываем на развитие программы индивидуального жилищного строительства. Вы знаете, мне очень приятно, что Архангельск именно в индивидуальном жилищном строительстве тоже показывает хороший пример. У нас два таких муниципальных образования. Это Коряж, Майор-Хангельск. Северодвинск, безусловно, в этом участвует. Когда жители городов уходят за пределы города и уходят в прилежащие районы, строят свое индивидуальное жилье. Мы здесь тоже формируем варианты поддержки, варианты содействия в строительстве, особенно когда речь идет о деревянных домах. И, конечно, нужно будет решать еще задачу и, соответственно, инфраструктуры. До 2016 года в соответствии с указом президента России регион должен обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей от 3 до 7 лет. В Архангельске эта задача выполняется. И сегодня город взял курс на обеспечение местами в дошкольных учреждениях малышей от 1,5 до 3 лет. В сентябре на улице Роза-Лексенбург открылся детский сад «Веселые звоночки», рассчитанный на 280 мест. В 9 из 12 групп садика будут воспитываться малыши 2-летнего возраста. Давайте посмотрим сюжет. Для Алены Яковлевой и ее 3-летней дочери Юлечки «Доброе утро» начинается с дороги, ведущей к детскому саду «Веселые звоночки». Его открытие в сентябре этого года стало для семьи Яковлевых настоящим подарком. У малышки появилось много новых друзей, у молодой мамы больше свободного времени для работы и саморазвития. Садик нам очень нравится. Он очень просторный, комфортный. Воспитатели здесь очень отзывчивые, добрые. Ребенок ходит с большим удовольствием в садик. Сегодня вместе с Юлей Яковлевой детский садик посещают еще 259 маленьких архангелогородцев. В больших помещениях настоящий простор для творчества и развития. Новая мебель, игротека и даже освещение. Все по последним стандартам. Безопасные светодиодные светильники, теплые группы, полностью укомплектованный тренажерами спортивный зал. Еще несколько лет назад о таком современном детском садике родители и их малыши могли только мечтать. Сад изначально был ведомственным, затем долгое время пустовал. По предложению мэрии Архангельска объект был включен в федеральную программу строительства и реконструкции детских садов. Правительство области в рамках соглашения о государственном частном партнерстве выкупило полностью отремонтированный и оснащенный детсад у собственника и передало его муниципалитету. На реконструкцию зданий из областного и федерального бюджетов было выделено 280 миллионов рублей. Сейчас свою лепту в украшение групп вносит ребятня. Очень многое мы творим своими руками. Делаем поделки, подарки для своих близких, украшаем группы. Сейчас в садике веселой звоночки царит предновогодняя суета. Пора чудес и заветных желаний. А долгожданная мечта многих взрослых уже сбылась. Их дети пошли в новый детский сад. Вот смотрите, сбылась еще одна мечта родителей Ломоносовского округа. А вот что же в других округах? Были намерены строить детский сад на 280 мест в Соломбайском округе около школы 62-й. В округе Майская горка на 330 мест. Этим планам, мечтам суждено сбыться? Я могу сказать архангелогородцам, что мы будем продолжать строить детские сады в городе Архангельске. Будем продолжать программу эту, хотя она масштабно на всероссийском уровне уже завершена практически. Мы ее выполнили. По состоянию на 1 декабря у нас было 99,76% детей обеспечено местами от 3 до 7 лет. Детей от 3 до 7 лет было обеспечено местами в детских садах. Но вот с учетом сдаваемых в ближайшее время уже сданных объектов мы эту программу выполнили. Мы будем продолжать ее. Мы понимаем, что молодым мамочкам, родителям необходимо жить, развиваться, зарабатывать деньги. И для этого детей нужно, конечно, ввести в садик по мере их готовности. А это, по сути дела, от 1,5-2 лет. Эта программа будет продолжаться. И в рамках такого тесного взаимодействия с мэрией города Архангельска, с муниципалитетом мы будем строить и в Майской горке, и в Соломбальском округе. Я уверен, что появится еще много детских садов, учитывая те планы по развитию, которые существуют сегодня у города. Вы знаете, вот этот детский сад, веселые звоночки, это же успешный такой пример государственно-частного партнерства, правильно? Да. И не первый уже для города Архангельска. И не первый. Вот дальше будут такие же примеры, такой же опыт будет внедряться? Абсолютно согласен. Вот тот положительный опыт, который мы получили на этапе вот этого сотрудничества, его необходимо развивать. Причем развивать активно в разных направлениях. У нас примеров великое множество этого государственно-частного партнерства. И мы, безусловно, будем находить приложение этой технологии гораздо шире. Тем более, что она распространяется сегодня в целый ряд других направлений, и в здравоохранение, и в социальные услуги. Никаких сомнений нет в том, что это будет развиваться и будет находить новые варианты. Еще одна очень жизненно важная тема, направление – это медицина. И сегодня очень много внимания уделяется медицинским объектам. Продолжается модернизация первой городской больницы. А когда будет сдан перинатальный центр? Перинатальный центр будет сдан в срок в 2016 году, так как это прописано в контракте, который мы заключили с компанией Ростех, уполномоченной правительством по реализации этого проекта. Мы строим один из 30 перинатальных центров в стране. Мы находимся, несмотря на всякие досужие разговоры, очень хорошей строительной готовности. Мы рассчитываем в ближайшие дни закрыть тепловой контур этого здания и начать уже те работы, которые будут гарантировать нам сдачу его в 2016 году. Работа идет, он действительно будет большим прорывом в деле родовспоможения, ухода за молодыми мамочками, не только молодыми, за всеми мамочками, когда речь идет о помощи, дородовой помощи и послеродовой помощи для мам. Что касается в целом и первой городской больницы, и областной больницы, мы никоим образом, я говорю, прежде всего, в городе Архангельске, не собираемся снижать объемов совершенствования этих учреждений и будем эту работу продолжать. У нас есть хорошие планы и по строительству новых зданий, нового приемного покоя первой городской больницы, замыкания контура больничного городка областной больницы. У нас есть сегодня новый проект лечебного комплекса детской нашей клиники имени Вожлицова. И, конечно, эту работу мы будем продолжать. Здесь мы, в общем-то, таких на передовых позициях. Мы находимся в тонусе. Хорошо. Ну, знаете, вы, раз уж мы заговорили о медицине, я не могу не спросить о проекте «Шаг навстречу». Вот как раз по вашему поручению он сегодня внедряется в поликлиниках областного центра. Его цель – это повысить доступность медицинских услуг, и чтобы северяне могли обращаться к специалистам каждый день практически. Вот получается ли шагать навстречу? Получается, и вы знаете, 45 поликлиник, переведенных на вот этот новый режим работы, скользящий график с учетом выходных дней, это как раз реакция на тот посыл, ту востребованность, которую нам продемонстрировали граждане Архангельской области, жители региона. И то, что это удобно, то, что это комфортно, это позволяет иначе планировать свою жизнь, это совершенно очевидно. Все-таки медицина – это сфера услуг, так же, как и социальная помощь и ряд других. И то, что он должен быть комфортен и доступен для наших граждан, это очевидно. Поэтому мы так поэкспериментировав в этом направлении, считаю, нашли очень хороший ход, и мы даже рассчитываем спектр этих услуг, которые оказываются в выходные дни еще и расширять. Ну и сами медицинские учреждения, они, в общем-то, сознательно пошли на это, да? Ну, конечно. Я говорю, это очевидная выгодность для них, поскольку они расширяют объем и качество этих услуг, создавая вот этот вариант доступности и реагирования на желания граждан. Мы еще не затронули еще один аспект – это школы, это наше среднее учебное заведение. Вот потребность в школах в регионе, в городе Архангельска, она полностью удовлетворена? Вы знаете, сегодня по предложению партии «Единая Россия», поддержанное, это уже попало в послание, поручение президента, реализуется большой проект, новый проект, связанный с доступностью школьного образования, среднего образования. И по оценкам, которые уже провело правительство, стоит он порядка трех триллионов рублей, и на первом этапе стоит задача уйти от вторых и третьих смены школ и при этом уходить не просто в новое здание, а в новые современные образовательные комплексы. И поэтому стоит задача строить такие крупные, высоконасыщенные, технологичные, очень современные учебные заведения, которые соответствуют тем времени и тем вызовам, которые сегодня у нас существуют. Мы будем это реализовать, мы участвуем, уже участвуем в этом проекте. Мы отрабатываем сейчас внесение в реестр федеральный наших проектов, которые уже наработаны типовых. И в ближайшее время мы планируем целый ряд школ в следующем году начать к строительству. Это Ерцево-Конорского района, это Котлас, это Ровдина в Шенкурском районе, ну и так далее. Это все те проекты, которые мы с одной стороны уже ведем, а с другой стороны будем их вносить в реестр и для продвижения их в этом проекте. Но мне очень хочется сказать отдельно по городу Архангельску. Мне совершенно очевидно и специалистам правительства, что в городе Архангельске тоже должна, несмотря на достаточно неплохой уровень обеспеченности, появиться суперсовременная школа с самыми современными технологиями образования. И мы такую задачу перед собой ставим. Я уже поручил своему заместителю, председателю правительства, чтобы мы отработали вместе с городом Архангельском и место, и размеры этой школы для того, чтобы этот проект украсил город. Это будет какая-то новая школа или это будет на базе старой школы? Нет, это будет новая школа, новое здание. Мы рассчитываем, что численность учащихся будет в ней более тысячи человек, тысячи ребят, потому что такие требования в том числе предъявляет нам и федерация. Но для столицы, региона это абсолютно правильно. Этот план есть, и мы его обязательно реализуем. Но это дальняя еще перспектива или уже такие ближайшие? Ближайшие три года. Три года нам просто больше и времени особо нет, хотя программа рассчитана до 2020 года. Но город Архангельск – это особая тема. Да, все идет вперед. И вот 2015 год – это, конечно, для нас особый. Это большая дата, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. А участники войны, ветераны Великой Отечественной – это те люди, которые нуждаются, конечно, больше всего в нашей поддержке. Вот что удалось сделать для них, для тех, кто добывал победу ради нашей жизни? Для меня, для человека, который воспитан на таких особых отношениях к ветеранам, эта тема вообще очень важная и всегда находилась под особым вниманием. Наша задача – помочь именно ветеранам войны. Именно поэтому Архангельская область, если первых, выполнила задачи по переселению более чем 4,5 тысяч ветеранов в новое жилье. Мы эту задачу решили. У нас существуют адресные варианты помощи тем ветеранам, которые не участвовали в этой программе. Мы отремонтировали их жилье в этом году. И будем продолжать эту программу и дальше, поскольку где-то кто-то не успел, где-то кто-то не среагировал. Но то, что ветеран всегда будет под особым вниманием – это так. Мы сейчас работаем еще и над категорией ветеранов боевых действий. Это те люди, которые тоже рисковали жизнью, теряли здоровье во имя интересов государства. И поэтому отношения к ним тоже формируются сейчас, исходя в том числе и наших финансовых возможностей. Но то, что новые законодательные инициативы со стороны партии «Единая Россия», моих коллег, существуют, я абсолютно это поддерживаю. Нам нужно найти правильное решение, чтобы никто из этих людей не был обойден вниманием государства. Мы, конечно же, с особым вниманием относимся в целом к пожилым людям. Если ветераны войны – это отдельная категория, то это не означает, что все остальные находятся за чертой внимания государства. Если человек оказался в тяжелой жизненной ситуации, если мы понимаем, что ему нужна дополнительная медицинская, социальная помощь, финансовая, в конце концов, помощь, мы обязательно эту помощь окажем, применяя принцип адресности через наши социальные учреждения. И мы очень рассчитываем, что те новые решения, новые предложения, которые мы будем формировать с участием в том числе и наших партнеров, некоммерческих организаций, общественных инициатив, в этом направлении будут заметны. В Архангельской области всегда большое значение придавалось поисковому движению. В этом году, как, впрочем, и в другие годы прошли церемонии вручения документов и личных вещей родственников погибших северян. Возвращение имен состоялось благодаря кропотливой работе наших поисковиков. Героиня нашего следующего сюжета, Жанна Александровна Барболина, в этом году узнала, что ее дед больше не числится пропавшим без вести. Осторожно, словно стараясь не спугнуть хрупкое новогоднее чудо, она украсит елку и поспешит вернуться на свое рабочее место. Сафу Жанна Барболина служит сторожем отдела обеспечения внутреннего режима. В начале этого декабря в жизни женщины случилось, пожалуй, самое настоящее, как она сама об этом говорит, чудо. Для нее закончилась Великая Отечественная война. 3 декабря, в день неизвестного солдата на площади мира Жанне Александровне был передан смертный медальон ее деда, рядового Егора Гусева. Прохотные клочки официального бланка, как письмо с фронта. 74 года красноармейца Гусева считали пропавшим без вести. Всю свою жизнь его дочь Мария, мама Жанна Александровна пыталась узнать о нем хоть что-то, безрезультатно. Так и жила. Только надеждой, только надеждой, что где-то объявится. Она всю жизнь ждала, всю жизнь ждала. Ко всем новостям прислушивалась. Это для нее, конечно, было пыткой. Она и умирала, так говорила, говорит, не нашла. О деде Жанна Александровна знает со слов матери. Работал с щитоводом, был призван на фронт 4 августа 41-го года. Егору Гусеву было 39 лет, когда он пропал без вести в 42-м. Только в августе этого года его останки нашли поисковики на перепаханных взрывами, пропитанных кровью в Синявинских высотах. На них погибли 360 тысяч человек. За все послевоенные годы похоронены только 34 тысячи. Теперь рядовой Егор Гусев среди них. Жанна Александровна уже решила, в следующем году обязательно отправиться на Синявинский мемориал вместе с сыном и внуком. Поклониться, помолчать. Пока жива память о человеке, он жив. Игорь Анатольевич, а кто сегодня помогает поисковикам в этой непростой их работе? Даже сказал бы образе жизни, да? Это ведь не просто так. Безусловно, я с вами согласен. Жизнь поисковика – это абсолютно особое состояние. Вот так рисковать здоровьем, жизнью иногда, терпеть лишения ради возвращения имен героев – это действительно нужно иметь особый характер. То, что мы с таким особым пиететом подходим к этим людям, обращая внимание на их задачи, на поддержку их через разные институты. У нас есть Центр Патриот, который мы финансируем, в том числе в рамках этого государственного задания мы поддерживаем и поисковое движение. У нас есть эти средства в рамках государственной программы патриотического воспитания. И это так называемые защищенные статьи, когда мы не снижаем объемы финансирования и стараемся их поддерживать на том же уровне, как это было всегда. Именно поэтому у меня нет никаких сомнений, что и в следующем году эта работа будет продолжена, и в последующие годы всегда работа поисковиков будет находиться под особое внимание. То есть вот как раз та работа, которая велась по благоустройству памятников в области, очень много было сделано. Это акция «От победы к победе», «Пусть к обелиску», это все будет продолжено. Да, мы сделали большую работу по созданию реестра памятников в области. Мы будем продолжать восстанавливать мемориалы. Мы будем создавать мемориалы, так как мы создали в этом году на Ольгинском кладбище, где были захоронены останки найденных поисковиками героев войны. И у меня единственное, конечно, всегда, я когда говорю с инициаторами, с общественниками, с главами муниципальных образований, вот это стремление восстановить, воссоздать, отремонтировать памятник, создать новый, это не должно быть государственным заданием. Это должно быть порывом души, таким общественной инициативой, которую мы просто должны поддержать. Готовясь как раз к передаче, я узнала, что только силами молодежи, вот этими активистами, у нас было благоустроено 200 воинских захоронений. Так что, конечно, не перевелись у нас неравнодушные молодые люди. И, кстати, именно такие создали общественное движение «Здоровый автобус», которое должно повысить качество пассажирских перевозок и улучшить состояние дорог Архангельской области. Давайте мы посмотрим сюжет на эту тему. Не нравится автобус? Езжайте на такси. Такая незамысловатая отговорка стала почти официальной для многих водителей общественного транспорта. Грязный салон, огромное количество пассажиров, а так называемый дизельный пазик не должен вмещать больше 50 человек. И другие факторы, доставляющие огромный дискомфорт пассажирам. Но горожане не должны с ними мириться, уверен лидер движения «Здоровый автобус» Дмитрий Анучин. А по тому общественному транспорту общественный контроль. Дмитрий, а как и когда появилась эта мечта создать такое общественное движение? В апреле 2015 года мы с ребятами собрались, мы все сами пассажиры. Есть пару водителей, правда, но мешают они немного автобусы в передвижении из-за своих гонок и прочего. И мы решили поменять норму, то, что все у нас так не складывается с общественным транспортом. И для этого создали общественное движение. Теперь архангельские ревизоры регулярно совершают рейды по городскому транспорту. Заходим, смотрим, салон вроде чистый, все очень приятно, хорошие сидения. Дальше проходим, смотрим на лицензионные требования, чтобы были правила пользования городским транспортом, информация вся, перевозчики. Также были имена водителей, кондукторов, всех представленных стоимость проезда. Дмитрий, с вашего позволения, я приклею этот рекомендательный знак. Он означает, что этот автобус комфортный для пассажиров. Сейчас в Архангельске с такими обнадеживающими значками ездят 30 автобусов, а это меньше половины из 70 проверенных за этот год. Кроме того, активисты выявили более 150 нарушений правил ПДД и лицензионных требований к общественному транспорту. Игорь Анатольевич, а вы сами ездите на автобусах, на общественном транспорте? Да, конечно, очень редко. Я, честно говоря, испытывал радость проехать, в кавычках, конечно, радость проехать на этих автобусах пару раз. Но я очень много встречался с людьми и слышал их реакцию на это, я считаю, неуважительное отношение к жителям города Архангельска. И именно поэтому для меня Дмитрий, которого я лично знаю, является просто соратником в борьбе за то, чтобы пассажирский транспорт Архангельска был на достойном уровне. Мы попытались по-разному поговорить и с перевозчиками, и с теми, кто оперирует на этом рынке, кто управляет этим рынком. Конечно, ситуация пока не выглядит такой решающе хорошей, или тенденции даже пока не наметилась в лучшую сторону. Мы в любом случае это безобразие победим, тем более, имея сегодня в союзниках и мэрию города Архангельска, и целый ряд общественных инициаторов. Мне очень нравится, что сегодня вот такое неравнодушное отношение к тому, что нас окружает, появляется у молодежи. Я считаю, что если уж молодежь занялась этим, мы-то, кто постарше, обычно, входя в положение, умеем брюзжать. А вот бороться и достигать результата, конечно же, может наша молодежь. И поэтому и их инициатива будет поддержана, и мы все необходимое для того, чтобы эта инициатива была воплощена, здоровый, красивый, удобный автобус для архангелородцев было реализовано. Ну и каждому, наверное, тоже надо поддерживать, да, не смотреть как-то со стороны. Ну, люди по-разному могут реагировать на это, но то, что должно быть общее осознание, что это работа не просто губернатор, не просто главы города, не просто каких-то отдельных чиновников, а работа всех с постановкой соответствующей задачи, если завтра жители Архангельской области или города Архангельска не сядут в грязный автобус, а дождутся следующего чистого, это же тоже будет реакцией. Останется без заработка тот, кто позволяет себе так неуважительно относиться к горожанам. Поэтому дорогу оселит идущий, мы идем по этой дороге и видим конечную цель, это обязательно будет достигнуть. Да, ну вот как раз о дорогах. Есть перевозчики, должны быть дороги, да? Следующая часть до жизни. Да, и вот в этом году только на ремонт Архангельских дорог область выделила очень большую сумму, дополнительно 100 миллионов рублей. Удалось привести в порядок 10 дорожных объектов. Что нам ждать в следующем году? Не поставите ли вы точку? Вы знаете, мы потратили больше, мы затратили и сознательно затратили на все эти действия гораздо большую сумму, 100 миллионов. Это официальная сумма, которая была объявлена и передана муниципалитету для реализации этой программы. Но мы помимо этого ряд дорог взяли на себя и отремонтировали тоже. Поэтому сумма гораздо больше и это не дань каким-то 7-минутным обстоятельствам. Мы очень хорошо понимаем, что это требование времени. Мы оценили ситуацию, нам потребовалось на это время. Мы оценили последствия вложения денег тем или иным способом. Мы оценили приоритеты, куда в первую очередь нужно вложить эти деньги. И после этого только в диалоге с мэрией города Архангельска договорились о реализации этого проекта. В следующем году мы запланировали больше уже 270 миллионов на эти цели. Потому что мы понимаем, как это будет работать. И будем продолжать эту практику. Я не знаю, насколько знают арханглагородцы, но мы с депутатами не раз уже обсуждали процесс передачи окружной дороги в федеральную собственность, дороги до аэропорта в федеральную собственность, что приведет к совершенно другому качеству этой дороги. Она будет такой же, как трасса М-8, федеральная трасса. И эта работа ведется по целому ряду направлений. Она будет продолжаться и развиваться. Тем более, что мы умеем взаимодействовать и с Росавтодором, и Министерством транспорта, для того, чтобы достигать таких результатов. Я не сомневаюсь, что то, что мы сейчас начали в 2015 году, будет радовать и результатами, и качеством горожанных в дальнейшем. Чтобы мы больше не попадали в перечень тех городов, у кого самые плохие дороги. Вы знаете, ведь я не отношу город Архангельск к самыми плохими дорогами. Я отношу город Архангельск к городам, в которых надо заниматься дорогами. Именно поэтому мы путем идем. А все эти ранжиры, ранги и все остальное – это от лукао. Хорошо, будем просто делать, что должно. Вот именно, надо делать свою работу. И вот, как вы сказали, дорогу оселит идущий. И знаете, в этом смысле очень показательна практика лесозавода номер 25, что в Цигламине. В марте этого года там открылся новый пилетный завод, обеспечивающий жителей поселка работой. Это очень важно. Одну из таких историй мы сейчас и услышим. Проверка проверочная. С такой проверки начинается каждая смена оператора Артема Кабачика. На Цигламинском заводе по пилетному производству молодой человек работает недавно, с марта 2015 года. Именно тогда он и открылся в поселке Цигламинь. Раньше Артем трудился на аналогичном производстве, только в Маймаксе. Юноша с улыбкой вспоминает, как раньше, чтобы добраться до цеха, ему приходилось совершать настоящее путешествие. Сам я с Цигламиней, поэтому у меня была перспектива, что я останусь ближе к дому, ездить не надо. Дорога, сами понимаете, занимает много времени и много финансов. А так я заезжу 15 минут на велосипеде, и меня это устраивает. Само пилетное производство полностью автоматизировано. Оператор вручную устанавливает только температуру теплоносителя и следит, чтобы в работе не было сбоев. Контролировать производство можно не только с помощью компьютера. Вся информация дублируется на сенсорные экраны счетов управления. После этого я беру анализ гранул, проверяю их на влажность, на пыль, смотрю, как они на внешний вид. После чего, если меня внешний вид не устраивает или по каким-то характеристикам они отклонены, от ГОСТа, который они должны быть, я вношу в программу, чтобы либо подсушить опивок, либо он важнее должен быть. И тем самым через полчаса, через час они уже приобретают нужную форму и нужный результат. Такие пилеты называют топливом 21 века. Эти прессованные опилки не только экологичные, но и экономичные. При сжигании они дают столько же тепла, как и каменный уголь. Новое предприятие для Цегламинского округа стало, по сути, градообразующим. Открытие пилетного производства позволило значительно увеличить число рабочих мест до 400 и дало возможность таким молодым людям, как Артем, реализовать себя в профессии. За год работы он проделал путь от младшего оператора до старшего. Мой итог года – это я стал старшим оператором. Я достиг высшей точки, которой операторы могут заслужить. Семейная жизнь у меня навалилась. Я женился, у меня появился ребенок. Пока все для них, стараюсь и держусь. Тут мне нравится то, что зарплата все время стабильная. Я могу рассчитывать на завтрашний день. Вот это уже второе производство, запущенное на Цегламинском участке завода. И это событие вы назвали важным шагом в развитии биоэнергетики в регионе. За этим будущее? Безусловно. Будущее за современным, высокотехнологичным, имеющим надежные рынки сбыта производством, к которым я отношу в том числе и 25-й лесозавод, и обе производственные площадки – Маймаксанскую и Цегламинскую. Вы знаете, я уже имею предварительные цифры по объему переработки леса в городе Архангельске. И в этом году мы превышаем те объемы, которые делались раньше в городе Архангельске. Я говорю о периоде, конечно, 90-х годов, тех показателей, которые были в то время. И то, что много я слышал разговоров, что вот там потеряли лесную отрасль, что-то там разрушилось. Разрушилось там, где не хотели делать свою работу. А там, где инвестировали, искали новые технологии, искали новые решения в этой отрасли, важные для региона, там все развивалось. Сегодня оба участка – это полтора миллиона кубов. Если добавить к этому все остальные наши производства, то мы с точки зрения объема переработки леса выглянем достаточно неплохо. Вообще объемы инвестиций в лесную отрасль в этом году превысили 4 миллиарда рублей. А в общей сложности они за последние 4 года исчисляются десятками миллиардов. Поэтому мы сегодня в лесной отрасли, и в биоэнергетике, и в объемах переработки, и в целлюзобумажной промытности являемся одним из самых передовых регионов России. И мы не собираемся с этих позиций сходить в ближайшие десятилетия. Я абсолютно в этом уверен. Потому что у нас есть все для этого. И лес, и технологии, и специалисты, и, честно говоря, еще и понимание перспективы. Поэтому мы рассчитываем на увеличение объема переработки. Мы очень ожидаем, что по-новому сформируется бизнес саламбальской группы, и там появятся новые решения, в том числе и переработки леса. Мы понимаем огромную перспективу биоэнергетики. И причем не только на базе Пеллет, но и в целом на базе коридревесных отходов лесоперерабатывающей промышленности. Примером является самая крупная в Восточной Европе теплостанция, построенная в Октябрьском на 45 мегаватт. И могу вас заверить, это не последний проект в этой отрасли. Про Негу тоже уже все слышали, которая в декабре должна выйти все-таки на производственную мощность и производить 150 тысяч тонн пеллет в год. И у нас еще как минимум два крупных инвестпроекта находятся в завершающей стадии, защищаются и начаток финансированию на уровне федерации. Поэтому, еще раз повторюсь, лесные позиции, передовые лесные позиции Архангельской области в лесу никто не даст потерять. И это тоже высокая доля ответственности моей как губернатора и правительства, которое я возглавляю. Игорь Анатольевич, но я не могу не спросить, все вокруг говорят о кризисе. Вот мы преодолеем это? Я в последнее время часто общаюсь с китайцами. У китайцев иероглиф «кризис» имеет тот же вид, как иероглиф «развитие». Один и тот же иероглиф. И объясняется это достаточно просто. Кризис – это потеря возможности управлять и жить старыми принципами. Нужно начать применять новое. То есть кризис – это переход в новое состояние. Именно поэтому и осуществлять переход в новое состояние могут только оптимисты. Пессимисты живут старой жизнью. И поэтому я действительно отношу себя к оптимистам. Смотрю в эту жизнь с оптимизмом. И это подтверждает то, что это не безнадежно. Подтверждает в том числе и достижения, которые есть у региона за прошедшее время. В том числе и оценены сейчас правительством России как второе место в России по социально-экономическому развитию. Постановление правительства буквально на днях вышло. Поэтому будем оптимистично смотреть вперед и двигаться дальше вместе со всей Архангельской областью. Поскольку она первая, она буква. Мы сегодня, конечно, обсудили достаточно много событий, которые стали важными и для нашего региона, и для столицы по морю в 2015 году. А какие знаковые события, коснулись лично вас, произошли в вашей жизни в выходящем году? Вы знаете, конечно, для меня самым большим событием были выборы. Это был мой первый опыт. Это было непросто. Я достаточно искренне об этом говорю. Это был и эмоциональный, и психологический, и социальный вызов. Я очень рад, что при поддержке настоящих патриотов Архангельской области, ответственных людей, я этот этап в своей жизни прошел. Хотя, с другой стороны, было великое множество радостей, которые позволяют мне быть оптимистом. Это и мои внуки, это и открытие новых детских садов, потому что, когда видишь глаза мамочек и детей, вот буквально я недавно был в Васьково, вы знаете, это невозможно заместить. Это действительно такой заряд, который перебивает все остальные глупости и гадости, которые происходят вокруг тебя. Ну и, конечно же, большое количество тех очень интересных планов и реализаций, которые, я понимаю, что у меня есть возможность реализовать. То есть, мы не завершали что-то в 2015 году, мы, завершая ранее спланированное, строим планы на будущее. Значит, жизнь продолжается, и поэтому у меня нет никаких сомнений, что все эти яркие события, которые позволяют сегодня смотреть в будущее, это самая большая радость этого года. Ну и, конечно, ваши пожелания жителям Архангельской области. Вы знаете, я очень люблю Архангельскую область, всех ее жителей. Я верю в то, что этот регион является одним из самых красивых, самых духовно богатых и самых перспективных регионов северо-запада России, да, наверное, и России в целом. И мне очень хочется, чтобы вот это осознание значимости своей, перспективности этой территории, ее востребованности для будущего России было частью самосознания всех наших граждан, жителей региона. Я хочу пожелать, чтобы каждый из нас смотрел будущее с уверенностью, понимая, что его защитит государство, его защитит та система, которая позволяет говорить о мощи и силе России. Ну и, конечно же, здоровья, любви, благоденствия всем вашим семьям. Спасибо. Спасибо вам большое, Игорь Анатольевич, за то, что вы приняли участие в нашей программе в конце уходящего 2015 года. И, конечно, всех вам благ от нашей редакции, от нашей программы. Благодарю вас. Подошла к концу программа, но разговор с губернатором, без сомнения, будет продолжен в новом 2016 году. Согласитесь, что двигаться вперед, решая существующие проблемы посредством диалога, обсуждений, это единственный логичный и приемлемый путь. Всем нам сил, здоровья, оптимизма, мира и добра на этом пути в новом году. До свидания.